В Люберцах стартовал муниципальный этап 33-х международных рождественских чтений и 22-х московских областных образовательных чтений. Торжественное открытие состоялось в школе новостройки в поселке Красково. Тему продолжит Луиза Егезарян. Муниципальные рождественские чтения открыли воспитанники Дворца детского и юношеского творчества. Песня от героев былых времен выбрана не случайно. Тема этого года – 80-летие Великой Победы, память и духовный опыт поколений. Нельзя строить будущее, забыв о своем прошлом. Как сказал Лев Николаевич Толстой, страна, забывшая свою культуру, традиции национальных героев, обречена на вымирание. Вот я каждому из вас в этом зале желаю, чтобы ни в прямом, ни в переносном смысле этого не произошло. Очень знаменательно, что вот именно в этих стенах в этом году проходит под девизом «История Великой Отечественной войны и подвиг нашего народа, и духовная сила нашего народа». Эта тема звучит здесь, в этом зале, в зале прекрасной новой школы. Вера и патриотизм – понятия неразрывно связаны. Эти темы отражены в работах люберецких школьников, представленных на выставке в честь открытия рождественских чтений. Изучая историю, мы тем самым, делая все добрые дела, мы проявляем любовь друг к другу, тем самым укрепляя наше Отечество. Потому что в сегодняшних реалиях нам необходимо соединиться друг с другом, объединиться, независимо от наших взглядов и мировоззрений. Только, может быть, одно мировоззрение – это любовь к нашему Отечеству. На эти и многие другие темы представители духовенства общаются со школьниками. На протяжении двух лет на территории всей Подольской епархии проходит проект под названием «Диалог со священником». Главная цель таких бесед – духовно-нравственное воспитание молодежи. По благословению правящего архиерея архиепископа Подольского и Люберского аксия, во всех образовательных учреждениях, находящихся на территории Подольской епархии, священники ходят для диалога с учениками десятых классов. Они меняются из года в год, и мы расширяем с каждым годом количество этих классов и охват молодежи. Мне очень нравится тема, которую раскрывают на этих занятиях. Мне запомнилась, если честно, очень тема под названием «Любовь». Ну, там священник Михаил очень хорошо ее раскрыл, очень красноречиво. На самом деле очень интересно, познавательно, и можно много для себя нового подчеркнуть, каких-то новых тем, каких-то, возможно, вопросов, в каких-то новых вопросах что-то для себя также узнать. Сотрудничество церкви и образования в Московской области закреплено двухсторонним соглашением, подписанным в сентябре 2021 года.